Библейский портал экзегет.ру представляет Необходимо сразу остановиться на первых стихах и сказать о том, кто же это такой Агур, сын Иокеев, который был вдохновлен. Несколько есть здесь истолкований, смысл и значение данного надписания. Как и надписание притчи 31.1 в древности и в новое время понималось не одинаково, в зависимости от того, принималось ли еврейское слово Агур как имя собственное, имя нарицательное или еще как-то иначе. Например, Мидраж говорит о том, что здесь это не что иное, как аллегорическое имя Соломона. Как он, например, называется экклезиастом, как он называется коллегетом, так он здесь и называется Агуром. Некоторые, например, Таргум признает это слово собственным именем и говорит, что это был неизвестный царь. Но, тем не менее, у Ирониума Стридонского мы находим такое истолкование, что все-таки Агур это Соломон, и это было еще одно его имя, как я уже сказал, как экклезиаст, как гелет, так же и Агур. Далее мы видим, что во втором стихе сказано подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. То есть здесь та мысль, которую, может быть, выразил когда-то философ Сократ, что я знаю только одно, что я ничего не знаю. И далее действительно начинается такое рассуждение, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Послушаем 3-4 и далее стихи. И не научился я мудрости, и познаний святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил, кто собрал ветер в пригоршни свои, кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли, какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли, всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Очень важное такое замечание, которое здесь сделано, что кто ты человек, показывается о красоте всего творения, и говорится о некоторых вещах, которые человек хочет как-то связать, или в пригоршни свои собрать весь мир. То есть другими словами, человек, желающий объять необъятное. И премудрый Соломон говорит, что это невозможно. Что же необходимо человеку помнить? Человеку необходимо помнить, что всякое слово Бога чисто. Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него не прибавляет, к словам его ничего и не убавляет. Вот что по этому поводу пишет. Да, есть интереснейшее истолкование, ссылаясь на этот текст Священного Писания, 30 глава, 6 стих, в апостольских постановлениях. Цитата. Сказано, ненавидь всякое лицемерие, и только все, что угодно Господу, делай. Заповеди Господа не оставляй. Но что принял от него, то храни, не прибавляя к тому, и не убавляя от того. И здесь приводится притча 36. Исповедуй Господу Богу своему, грехи свои, и не прибавляй еще к ним, чтобы благо было тебе от Господа. То есть апостольские постановления советуют нам, что если ты исповедуешься в этих грехах, то необходимо еще и исправляться, то есть стараться их больше не повторять. Если повторяешь, то мы помним эту с вами притчу, когда подошел инок к своему старцу, отцу и сказал, что мне делать, я пал. Он говорит, пал, вставай, я снова пал, снова встань, я опять пал, опять встань. Сколько же, говорит, раз вставать, сколько падаешь, столько вставай. Но это не дает ни в коем случае нам с вами такого оправдания, что ну ничего, сейчас упаду, потом встану. То есть такого легкомысленного отношения к падению в какой-либо грех. Поэтому в апостольских постановлениях так и сказано. Исповедуй Господу Богу своему грехи свои и не прибавляй еще к ним, чтобы благо было тебе от Господа Бога твоего, который хочет не смерти грешника, но покаяния. Конец цитаты апостольских постановления. И мы читаем далее. Суету и ложь удали от меня нищеты и богатства, не давая мне, питая меня насущным хлебом. Суету и ложь. Да, и 9 стих. Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в сую. То есть, премудрый Соломон просит ни бедности и ни богатства, чтобы обезопасить свое состояние, о том, о чем он говорит, от пресыщения и от чрезмерной бедности. Вот, Абрусим Диоланский по этому поводу пишет следующее цитата. «Посему будь внимателен к себе, бедный, будь внимателен и богатый, ибо и в бедности, и в богатстве есть искушение. Посему и мудрый говорит, нищеты и богатства не давай мне. И говорит, почему просит этого? Довольно человеку иметь то, что ему достаточно, ибо богатства исполняют чревоявствами, душу же заботами и тревогами. Посему просит дать ему того, что нужно и чего довольно. Итак, нужно опасаться и бежать искушений мира. Опасаться и бежать искушений мира, да не отчаивается бедный, да не возгордится богатый». Конец цитаты. То есть мы помним, что когда премудрому Соломону было явление Божие, то он просил только одного. Не богатства, не золота, не власти, а мудрости. Здесь он молит Бога, чтобы не было... То есть та молитва, которая звучит уже из уст Спасителя, «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». То есть вот этот средний путь человека. То есть в любом случае будут искушения. Если Бог их посылает, то только для нашего исправления. Поэтому Соломон как будто изливает свою молитву, говорит, Господи, не надо мне слишком богатым быть, чтобы присытиться и сказать, а кто Бог. Мы знаем, что часто богатый человек, когда у него есть достаток, он и забывает о Боге. И бедность тоже может поводить человек к каким-то таким поступкам, о чем говорит Соломон, чтобы я не стал воровать там или делать какую-нибудь нечистоту. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда, как не омыт от нечистот своих. Есть род, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы, мечи и челюсти нажиешь, чтобы пожрать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытомости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четвертые, которые не скажут «довольно». То есть, действительно, здесь Соломон обречает, видим, что, он говорит, есть несколько родов, отца церковь здесь видели различные столкования, в том числе и пророческие столкования. Но, если рассматривать просто буквально, видим, что снова обличается алчность. То есть, когда я прочитал эти стихи давно еще, то в юности мне сразу вспомнилась сказка, которую мы смотрели по телевидению, это «Золотая антилопа». Когда этот богач, ему все время мало, мало, она говорит, ну, она его предупреждала, и говорит, учти, что если ты скажешь «довольно», он говорит, нет, никогда не скажу, мне все время мало. Но вот все золото превратится в черепки. И вот, действительно, мы помним, как он там чуть не погиб, в будущие от этого золота. Так и говорит, у ненасытимости две дочери. «Давай, давай». Все мало и мало человеку. Не хочу сказать «довольно». «Преисподняя и утроба – бесплодная земля, которая не насыщается водой, и огонь, который не говорит «довольно». Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны, довольные, и сожрут птенцы орлины. Три вещи непостижимы для меня, и четвертых «я не понимаю». Пути орла на небе, пути змеи на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодеянные поела, обтерла рот свой и говорит «я ничего худого не сделала». То есть, вот отцы церкви здесь видели не просто, хотя здесь есть и прямые буквальные, понятные указания, но интересно, что хотел бы все-таки на некоторых остановиться, в пророческих таких аллегориях. Особенности это у того же Климента Александрийского, учителя аллегорической такой школы. Вот что, например, есть у одного из них по этому поводу. Да, вот 18-й и 19-й стих, где сказано три вещи, непостижимы для меня, и в четвертых «я не понимаю», пути орла на небе, пути змеи на скале, пути корабля среди моря, пути мужчин к девице. Вот церковный писатель, бедный достопочтенный, пишет цитата. Она достаточно пространная, но сразу много объясняет, потому что здесь столько аллегорических истолкований, что наш формат времени не позволит все это так рассмотреть. И вот этим высказыванием, я считаю, что многие те высказывания, которые будут в дальнейшем, они будут понятны. Итак, цитата. Если понимать изречение в прямом смысле все, все в правду и так, как написано, однако Соломон говорит притчами. То, что пути орла на небе не найти, означает, что весьма трудно распознать коварство недуга, когда он кружит над душами небесных мужей. Также и путь змеи на скале означает козни ядоносного врага, которые он строит против тех, кто, как он видит, твердо стоит на камне веры. Также и путь корабля среди моря. Это путь беззакония, который пролегает по горьким волнам мира сего, вздымаемым ветрами нечестия. И путь этот столь незаметен, что обнаружить его либо трудно, либо невозможно. В том, что под орлом подразумевается коварный враг, свидетельствует и пророк. Здесь приводится плач Еремии 4.19. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных. Это значит, что люди, которые нас преследовали, были так жестоки, что, казалось, превосходили жестокостью даже бесов. О том, что змея часто означает дьявола, свидетельствует и история о первородном грехе человека и слова мудрого мужа «Беги от греха, как от лица змеи». На то, что корабль означает податливость тех, кто послушан ветрам любого учения, пророк указывает, когда говорит о халдеях, величавшихся кораблями. Исайя 43.14. Подразумеваются злые духи, которые, зная о слабости и непорочности человеческого разума, превозносятся и радуются его разрушению, словно победители. Итак, если все это настолько непостижимо, что его невозможно обнаружить, то трудно представить, насколько далеко отклонится юноша, сбившийся с пути истинного, блуждая в своих пустых умышлениях. То есть мы видим, что здесь бедностопочтенный Климент Александрийский и Амуро Семиделанского есть похожая цитата. Они размышляют об этом и говорят, что это не просто какие-то изречения, и напоминают нам, что все-таки Соломон говорил притчами. И эти притчи указывают на то, например, как он пишет, как избежать греха, что такой корабль, что корабль не оставляет следа. Так здесь можно и Амуро Семиделанского увидеть, что корабль — это и церковь, которая по волнам Житейского моря здесь продвигается. И тот, кто в этом корабле, тот приближается в зависимости от своего покаяния к Царствию Божию. И здесь множество в 30-м главе таких образов. Например, про позорную жену, которая отирает рот свой и говорит, я ничего не сделала худого. Амуро Семиделанский пишет, что это человек опрометчивый, который не видит своего греха, то есть прелюбодей. Но также здесь говорят отцы церкви некоторые о еретиках, еретических сообществах, которые называют себя церковью. То есть жена — это как церковь, пробы с церкви, они подделываются как бы под церковь Христову. Но тем не менее является в духовном смысле этого слова прелюбодеями. Ну, может быть, и не только в духовном. Да, есть разные были секты там из копцов, и те, которые считали, что чем больше они грешат, тем грех изгоняется из их сердец. Но видят, что они находятся, вот этот образ вытирает рукавом рот свой и говорит, я ничего плохого не сделал. Так, например, да, опять 25 стих. «Муравьи народ не сильный, но летом заготавляют пищу свою». Помним, как в предыдущих главах уже этот образ неоднократно приводился, когда Премудрый Соломон говорит, «Ленивец, поди в лес, посмотри, как труится муравей, и возьми от него пример». И далее Премудрый Соломон говорил, «Немножко полежишь, немножко поспишь, не заметишь, как придет твоя бедность». И опять говорил, «Посмотри на муравья». И здесь он прибегает к этому образу и говорит, «Муравьи народ не сильный, но летом заготавляют пищу свою». То есть, опять указывается на порог ленности. Помним, как однажды Премудрый Соломон в предыдущих, по-моему, даже 26 глава, говорит о том, что ленивый человек всегда ищет причину, чтобы ничего не делать. То, он говорит, холодно на улице, то жарко, не пойду работать, то, говорит, лев на улице, то звери, какая-то опасность. То есть, всегда ищет причину для того, чтобы ничего не делать. Поэтому муравей, как такой вот образ этого маленького насекомого, действительно трудяги, приводится здесь снова и снова, что муравьи народ не сильный, но летом заготавляют пищу, то есть, всему свое время. И горные мыши, например, народ слабый, но ставят дома свои на скале. Говорит о летучих мышах. Саранча, нет у нее царя, но выступает вся она стройно. То есть, здесь премудрость Соломон снова указывает, что весь мир, например, паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. То есть, Соломон показывает, что весь мир управляется Богом. Ну, казалось бы, какой там ум может быть у муравья? Ну, никакого. У Заранчи, ну, тоже там, например, у птицы, ну, куриные мозги там. Кем же управляется весь этот мир? Началами. То есть, Бог управляет посредством своих ангелов. Мир весь видимый, куда, например, рыбам плыть, куда течением течь, куда там насекомым ползти. Что это само собой хаотично происходит? Нет. Это только в голове так называемых эволюциаверов. Там все происходит хаотично как-то. Или душеверов, кто верит там как-то в душе. Бог управляет вселенной всеми, насекомыми, птицами, как куда ветрам дуть. Все это управляется через начало. А силы небесные, ныне с нами, как мы поем, силами, через силы Господь управляет духовным миром. А через начало, куда кому плыть, куда кому лететь, каким птицам, там ласточки куда лететь, там, например, из Индии летит, через океан, через моря, чтобы здесь вывести потомство, лететь обратно. Казалось бы, согласно теории эволюции, что там в Индии не живется тепло, ешь себе мушку полно. Нет. Кто им управляет? Начало. Английский мир. Так и здесь. Примудр Соломон об этом снова напоминает. Итак, вот трое имеют стройную походку, а четвертое стройно выступает. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Кони, козел и царь среди народа своего. Если ты за конченности своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. То есть помолчи. Помните. Помним мы с вами, как было об этом сказано неоднократно уже у притчи Соломона, что глупому лучше помолчать и не открывать уста, потому что мудрость в устах глупого звучит глупо. Действительно, как есть хорошая русская пословица, когда говорят человеку, если человек не в теме, что ты не можешь сказать, ему говорят, ты сиди, молчи, за умного сойдешь. Ну, вот примерно Соломон здесь нам об этом напоминает. И 33 стих завершается тем, что потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. То есть с чего начинал премудрый Соломон еще в предыдущей главе, он этим как бы здесь эту мысль подчеркивает и завершает, что опасность гнева, то есть разные действия могут привести к разному. И в то же время снова предупреждает об опасности гнева. То есть он говорит, что, например, молоко производит масло, то есть здесь же нет ничего плохого в этом толчке, как вот в этом действии. А вот если удар в нос, здесь уже кровь, а возбуждение гнева производит ссору. То есть по-разному применяя то или иное действие будут различные результаты, поэтому нужно знать. Не везде одна и та же действия, не везде, как говорил, например, даже Григорий Богослов, не всегда, не везде, не слов всеми, нужно богословствовать. Потому что один человек воспринимает это богословие так, другой на своем уровне воспримет это по-другому, третье. Но всегда в том или ином случае премудрый Соломон говорит, что необходимо думать о том, что делать и в какое время делать те или иные действия. Если так вот привести, что несколько истолкований опять же отцов церкви, которые в этом усматривали аллегорию, например, там и у Августина, даже японского это есть, блаженного Августина, он пишет так, вот трое имеет стройную походку, и четвертый стройно выступает. Здесь видится им, блаженному Августину, Ироним Стридонский тоже пишет, политримский, видится аллегорические высказывания о небесном мире. Вот, например, такое истолкование. Вот трое имеют стройную походку, и четвертый стройно выступает. Ангелы на небе, святые на земле, души праведных под землей, а четвертый, воплотившийся Бог Слово, благолепно происшедший из чрева матери своей, пресвятой Девы, на ново сотворивший Адама, выступил в мир, став возвестителем истины, вступил, выступил во ад, пожелав освободить от таков души заточенных, вступил во врата небес, для всех став началом воскресения и вознесения. Такое емкое истолкование, такой стих, можно было бы его как-то так пробежали, не совсем понятно, о чем сказано. А вот, например, Августин Блаженный и Палит Римский, они дают вот такое вот истолкование. Действительно, интереснейшее, без Отцов Церкви, сложно было бы понять, о чем здесь вообще идет речь. Поэтому и сказано, помним, в предыдущей главе было истолкование, и мы приводили текст преподобного Иоанна Кассиана, который так и говорил, что если прежде делом не испытал, то есть никогда ты мудрости не постигнешь, поэтому совет не давай. В этом смысле, истолкование Священного Писания, согласно 19 правилу Трульского собора, мы всегда прибегаем к Отцам Церкви. А 19 правило гласит так, нельзя истолковывать книги Священного Писания, кроме того, как его истолковывали отцы и учителя Церкви. Продолжение следует...